Тема сегодняшнего эфира – как начать делать быстро, как делать ногти за час. Рассказывайте, кто уже умеет делать очень-очень быстро. Мы все знаем, что есть стандарты. Когда-то можно было делать ногти 4 часа, когда-то можно было делать 3 часа. Потом это время начало потихоньку сокращаться. Сейчас уже 1,5-2 часа – это как бы норма, это норма. Если вы не укладываетесь в это время, то клиент найдет мастера, который будет делать ему за это время. Я не буду сейчас всех гнать под одну гребенку. Не надо, пожалуйста, говорить, что где скорость, там нет качества. На самом деле все совсем не так. Сначала отрабатывается чистота, техника, а затем уже в этой же чистоте и технике сокращается время потихонечку, потихонечку. Если есть конкурсные мастера, 100% скажут, что тренировка скорости – это такой технический процесс, математический расчет просто-напросто. Если вы делаете 3 часа ногти, то вы легко можете сократить это время на 10 минут сразу, вот сейчас. Если вы сократили на 10 минут, то вы сможете сократить еще на 10 минут. И так это делается потихоньку. Здравствуйте, всем здравствуйте, всем здравствуйте. Тема «Как научиться делать быстро». Напишите, пожалуйста, тему в чат. Всем-всем привет. Всем привет. Напишите, пожалуйста, тему, я ее прикреплю. Так вот, начинать, конечно же, нужно с того, чтобы расписать полностью все свои процедуры. То есть по-хорошему, если вас беспокоит ваше время работы… Нет, если все устраивает, вы делаете там 3-4 часа, у вас куча клиентов, хотя если вы делаете 4 часа, у вас не может быть кучи клиентов. В 2 человека максимум в день. Хотелось бы, конечно, 3-4, хочется все-таки денежку зарабатывать. Если вы делаете 4 часа, я знаю таких мастерок, у вас делаете 4 часа, это многовато. Ну, многовато. Если делаете 4 часа, скорее всего, вас это беспокоит. Вот. «Как научиться делать ногтем быстрее?» Спасибо. Вот. Скорее всего, вас это беспокоит. Я тоже когда-то делала 3,5. И когда пришла работать в бюджетном комплексе Ростов, я делала 3,5 часа, то и 4. И потом, после первого конкурса, я стала делать 2,5 сразу. То есть почему конкурс так сильно нарабатывает время? Потому что там наточено все, и цель идет к тому, чтобы успеть сделать вот за эти ногти, за это время. То есть больше времени у тебя на конкурсе не будет, хоть ты убейся. Все, если ты не успел, тебя не судят. Ну, либо тебя судят, но уже у тебя минус баллы. То есть у тебя нет вариантов, чтобы не успеть. Когда вы работаете с клиентами в салоне, если вы еще выделяете там на процедуру себе 3 часа времени, вы сидите и эти 3 часа ля-ля-та-па-ля, по 500 тысяч лет выбираете цвет и так далее. Напишите, кто сколько делает по времени. Вот прямо сейчас в чат, все, кто сидите, напишите, какое время у вас сейчас факт. Сколько вы делаете по времени ногти сейчас. Вот. И если вы выделяете это время, вы это время будете сидеть. То есть если вы поставите себе цель сократить это время, и вы поставите себе 3 часа, вы будете делать 3... у вас не будет другого выбора. Конечно же, вы не сможете, допустим, если вы делаете 4 часа, поставить 1,5 и взять и успеть за 1,5 сделать. Нет, нужно к этому идти. Вот, 2,5-3, 2-3 часа. Ну, смотря что, да. Ну, давайте берем салонное наращивание, там, 2,5 единицы. От 40 минут до 2,5... 40 минут... 2 часа 10 минут. Это нормальное время. Ну, вот, 2-2,5... это нормальное время для наращивания. 1 тонн, френч, там, какие-нибудь наклеечки. 2-2,5... вот все, что в районе 2,5 часов, это как бы норма. 3 уже, ну, вот... вот... уже награ... вот прям вот отрабатывали 5 минут намного, это и месяцы работы. Немножко не поняла, но не важно. Вот, первым делом, если вас беспокоит ваше время, нужно составить протокол процедур. То есть, что это значит? У вас есть салонные процедуры, которые вы выполняете каждый день постоянно. Это, допустим, укрепление... маникюру с гей-лаком укрепления, наращивание салонное и коррекция салонная. Вы берете клиента, либо берете модели. У вас есть постоянные клиенты, я думаю, они не будут против. У меня, кстати, в профиле есть в актуальных сторис тренировочные листы. Получу тренировочные листы бесплатно. Можете их скачать и распечатать. У меня их нет, я сейчас не распечатана, я просто листочек. То есть, и там есть пункты. Ну, например, салонное наращивание. И вы садитесь и по пунктам расписываете факт времени, который вы сейчас тратите на процедуру. Подготовительный этап в коррекции, допустим. Моделирование и опил. Вот есть три этапа, таких вот крупных, которые занимают крупное количество времени. Каждый вот этот этап еще можно на мелкие этапы расписать первоначально. Так мы к конкурсу готовимся. Допустим, у нас есть подготовительные этапы. Там прописано даже обезжиривание, ультрабонт, нанесение базы, постановка форм. И все-все-все-все это время, это фиксируется время в табеле, то есть в тренировочном листе факт, сколько вы сейчас делаете. И прописываете желаемое. И рядышком пишите, насколько вы хотите сократиться, вот, ну, прям сразу. Допустим, желаемое время минус там 10 минуточек. Вот, и затем вы обязательно ставите таймер, начинаете, и начинаете тренироваться. Конечно же, нужно убрать лишнее. Если у вас коррекция на подготовительный этап уходит 40 минут времени, то, скорее всего, вы много делаете лишнего, много делаете ненужных движений, возможно, несколько фрез используете, возможно, пилка убираете толщину, то есть там много моментов. Если у вас на постановку форм, вот, вы пишите, уходит 40 минут, то, скорее всего, у вас есть какие-то непонятки. Понимаете, когда у вас, первое, что мы вообще делаем, если у нас затыки в моделировании, я понимаю, что у меня уходит время на это много, что мне тяжело, что мне некомфортно, меня это морально истощает, мне физически тяжело. Вот, понимаете, что сделали наращивание одно, и вы просто-таки все, выдохлись, вам надо ехать в отпуск после этого наращивания. Скорее всего, у вас есть проблемы и затыки в самой технологии. То есть есть где-то пробелы в знаниях. И в первую очередь вы не сможете время натренировать, если у вас есть пробелы в знаниях. Нужно их заполнить, то есть взять дополнительный курс, сходить на обучение, или самостоятельно повыситься, взять модели, посмотреть какие-то бесплатные уроки, эфиры и так далее. То есть закрыть пробелы в знаниях сначала. Если вы ставите форму 40 минут, то это 100% пробелы в знаниях. Нельзя форму ставить 40 минут, если вы все понимаете. Если вы понимаете, как, под какую ногтевую пластину, как подставить, как подрезать, на какую форму свободного края, так или иначе. Понимаете, то же самое с опилом. Если у вас на опилу ходит час, то скорее всего у вас есть затыки и пробелы в опиле. Если вы четко понимаете, по каким линиям пилить, какую форму, ну нельзя пилить час, понимаете. При всем желании час пилить невозможно, если у вас все хорошо и вы все понимаете. Поэтому прежде чем время нарабатывать, конечно же, мы разбираемся с технологией. Где что у меня тормозит. Поэтому вы прописываете все пункты. Понимаете, что ага, на постановку форм я потратила 40 минут. Все, мне нужно учиться ставить форму. Или на выкладку я потратила час. Значит, я хреново выкладываю, я не умею выкладывать, я не понимаю, как выложить быстро. Это все пробелы в знаниях. Закрываем пробелы в знаниях, потом уже начинаем нарабатывать скорость. Так уже будет гораздо проще. На что еще уходит время? Уходит время, безусловно, когда вы с запасом выкладываете длину при наращивании. Когда вы сразу не сверяете длину ноготочков. И потом понимаете, что они все разные. Вы их начинаете ровнять. Вы начинаете ровнять форму. Когда вы выложили четкий квадрат, вот такой вот широкий. А она хотела скво-обвалы. Начинаете перепиливать. На перепил длины и формы уходит 30 минут времени. 30. Это серьезно. Выкладывайте излишний материал. Знаете, с запасиком. Ну, пусть будет. Потом попилю. Это еще плюс 30 минут. На все это тратится время. Научиться точно, идеально выкладывать. Не класть с запасом. Сразу сравнивать длину и форму. Помогать клиенту с выбором цвета и дизайна. Это тоже очень важно. А как это делать? То есть, когда клиент приходит, все на первый раз, вы уже сразу нацелены на то, что вы должны клиенту помочь с дизайном и светом. И вы всю процедуру подводите к этому. Обращайте внимание, вообще, какой у нее типаж. Потому что по клиенту сразу видно, что она захочет. Если она пришла к вам в солидном костюме бежевом, такой нюдлук, понимаете, там, ванклиф сережечки, дулька вот такая вот завернутая, и с ноутбуком. Но вряд ли она захочет трэш-ногти какие-нибудь или черный длинный квадрат. Скорее всего, это будет что-то нюдовое. Даже если она захочет дизайна, то, скорее всего, какой-то бизнес-вариант. Да, как у нас, брендовый или что-то в этом роде. Вы начинаете спрашивать, что нравится, что вы чаще всего носите, с чем вам комфортно, какой был ваш любимый маникюр. Вот. И к концу процедуры вы собираете данные, и уже как бы из вот такого круга уже круг этот сужается. И приносите в итоге и не 300 цветов на раскладке, вот так вот кидаете и выбираете. Она, конечно, будет час сидеть, а 10 цветов. А я вам предложу вот такое. А вам, мне кажется, вам пойдет вот такое. А как вам вот такой вариант? Помогаете клиенту, не сидите вот так над ней. Ждете, ждете, пока она выберет. Хрен бы, когда дождетесь. Мало клиентов, которые взяли вот так вот и выбрали. Нужно им помогать. Помогать клиенту, не выкладывать лишнее, сразу сферять длинную форму, убирать проблемы в знаниях, брать тренировочные листы, прописывать каждый этап и начинать работать по таймеру. Если у вас нет пробелов в знаниях, все классно, вы все понимаете, но делайте долго, просто берем, ставим таймер. Значит, вам просто не хватает волшебного пендаля. Когда мы... Почему конкурсу так быстро натренировываешься? Потому что рядом с тобой всегда стоит таймер. У тебя на каждую мини-процедурку отведено там 3, 5, 10 минут времени. И ты не можешь больше потратить. Ну не можешь. И у тебя включаются режимы скоростные в организме. И ты просто начинаешь в это время себя укладывать. Сначала тебе стрессово, сначала тебе некомфортно, сначала тебе кажется, что там все не так, и вообще это ни к чему не нужно. Но потом ты привыкаешь, и затем это уже нормальное твое рабочее время. Я делала 3,5 часа, через год я делала 1,5, 1,15 даже бывал. И абсолютно комфортно мне было. Я не делала слишком быстро, я себя не загоняла. Как многие говорят, зачем там это себя там ничего им. Абсолютно. Это просто было выработано, отработанное время. Это чисто технический процесс. Мне было абсолютно комфортно. Все клиенты мои были 100% довольны. У меня были клиентки. Была одна клиентка. Про нее я уже рассказывала, кто-то может слышал. Она ходила в салон 15 лет. С самого начала открытия. Она Вера Николаевна, соседка, подружка. Бабулька уже такая, она там за 70 ей. И она ходила к мастеру, вип-мастеру. Я тогда еще в стандарт-зале работала. И этот мастер делала 3,5 часа. Просто однотонные, короткие ногти. У нее просто однотонный, ну бабулечка. Ну ей какие там дизайнеры. Однотонные, короткие, ноготуленькие. Все. И она делает 3,5 часа. И этот мастер, она то ли заболела, то ли что-то. И получилось так, что было у меня свободное окно. Я тогда работала, наверное, ну может год, полтора. И она, я уже делала быстро тогда. И ее ко мне записали. В общем, она после меня, я ей сделала сейчас 15. Она, конечно, ну, ей казалось по началу, что что-то, может, я не доделала. Может, я что-то там схалтурила. Но она, она, когда вышла на ресторан, сказала, что я теперь буду ходить к ней, потому что, вот я не знала, что можно делать так быстро. У меня уже спина, я долго сидеть не могу. Конечно, Ирочку так люблю, так люблю. Но 3,5 часа это слишком долго. Я вот буду к Ане ходить. Мне все нравится. Разницы я не заметила. Но, говорит, 3,5 часа 15 для меня, говорит, тяжело. Ну, это как бы так для сравнения. Вот. Ну, а сегодня я, поэтому, если вас беспокоит ваше время работы, вы хотите делать быстрее, при этом не напрягаться, да, поначалу придется потрудиться, да, поначалу будет некомфортно, да, выход из зоны комфорта это всегда неприятно. Но, во-первых, а, вы больше заработаете, б, клиенты будут ваши довольны, сейчас время, это очень ценный ресурс. То ли дело я сделаю за 3 часа, да, там, однотонку покрытия, коррекцию клиента, то за полтора часа. Ну, разница вообще есть, на самом деле. И время сейчас очень важно. Верю, если вас беспокоит ваше время, я вот сегодня вам сказала буквально там, основные пункты, по которым вам нужно пробежаться. Первое самое, это убрать затыки в технологии. Вы не начнете никогда делать быстро, если вы чего-то не понимаете. Если у вас есть пробелы в знаниях, в апиле, в выкладке, в постановке форм, это очень важно. Если у вас есть в этом затыке, вы не сможете ускориться, вас это постоянно будет тормозить. Убираем, пожалуйста, затыки в знаниях, идем, повышаем свою квалификацию, проходим курсы, либо какие-то эфиры просматриваем, соберем модели, убираем затыки, потом берем листочек, напоминаю, можно скачать у меня в актуальных сторис тренировочные листы, прописываем все этапы, выявляем, где я трачу лишнее время, и потихонечку начинаем тренироваться по таймеру. Если этого будет недостаточно, хотите более обширную информацию, есть курс скорости, кстати, сегодня на него там 30% скидки. Там по всем основным салонным процедурам есть работа по таймеру, каждый этап прописан, то есть вам будет с ним гораздо легче. Так, ну что, сегодня я вам покажу, как же без практики, два моих любимых варианта. Я на скорости показываю всегда разное все, потому что, вот, например, в курсе у меня там 8 процедур салонных разных, все, конечно, я их показать не могу. Мы сегодня сделаем два вида наращивания, один вид для нормальных ногтей салонное моделирование, и второй вид, мой любимый, для слабых, тонких, перепиленных, и оба варианта, они скоростные, но один вариант, он для таких вот слабеньких, более ногтей. Второй вариант, как бы обычный салонный, стандартное, скоростное моделирование. Очень быстрое. Вот, какими материалами я пользуюсь, и как мы это будем делать. Так, мы подготовили два ноготка, я забыла тебе кутикулу обработать. Ой, будем ли мне ее лепить? Нет. Вот, с ним у меня синие перчатки, черные закончились. Не люблю синие, розовые перчатки. Бека. Вот, но, что поделать, что поделать. Погнали. Опа-па. Я надеюсь, мне сейчас не отвалится крепеж в неподходящий момент. На скотч прикинули. Согласна. Скотч это такое дело. Завсегда поможет. Сейчас чуть-чуть вот так. Так, не будет удобно. Так. Вот, если вы будете наращивать, прописывать наращивание, то первый этап у вас будет подготовительный. Первый подготовительный, подготовительный этап входит под пил свободного края, шлифовка ногтевой пластины и обработка кутикулы предварительно. В наращивании мы кутикулу сразу не убираем. Тут у нас вот уже пораненный ноготь. Не знаю, покусал кто-то, наверное. Мышь. Мышь. Вот. Так, что-то у нас тут. Подготовительный этап входит обработка кутикулы. Кутикулу мы сразу не убираем, потому что будем пилить и не хотелось бы травмировать. Поэтому мы только отодвигаем ее и можем обработать боковые валики. То есть без насилия над кутикула. Если вы ее обрежете сейчас, то, возможно, потом будете пилить и клиенту будет неприятно. Я беру каплевидную алмазную фрезу стандартную. Можете брать более узкую, пламя, можете прямо как иголочку. В зависимости от того, как вам удобно и от вашего опыта. Я рекомендую, если вы не уверены в себе еще и только начинайте работать фрезами, брать такие более пузатые фрезы, ими комфортнее, безопаснее работать. Если вдруг вы вообще новичок-новичок, самая офигенная фреза для поднятия кутикулы в очищении аптериги это безопасно. Я ее просто обожаю. Для тонкой кутикулы это вообще незаменимое. Но в моей модели не тонкая. Поэтому берем каплю. так вот здесь мы будем предельно осторожны. Опять-таки на этом этапе, когда тратится много времени, когда вы работаете со сменой реверса. Что это значит? Когда вы работаете сначала в одну сторону везде, потом меняете реверс и в другую сторону. Быстрее, конечно же, вот так без смены реверса. В одну сторону. Просто переворачиваете пальчик. Конечно, так будет гораздо быстрее. Здесь же мы сразу немножко обрабатываем боковые валики. Задачи на этом этапе убрать кутикулу ее нет. Задача только вычистить птериги, обработать боковые валики. Я даже не буду обращать внимание. Просто вычистила чуть-чуть птериги, чтобы мне удобно было моделировать. Чтобы кожа не мешала выкладке материала. На кутикулу торчащую вообще не обращаю внимания, потому что я буду еще пилить и от пилки еще кутикула она отпилится и облетит. И потом уже, если останется, я либо шариком, либо кусачками, либо ножничками по-сухому, либо с кутикул-ремовером, любым удобным мне способом обработаю. Сейчас моя задача только лишь поднять кутикулу и вычистить птериги. Все. Свободный край мы уже подпилили. Мои модели довольно-таки широкая. Вот здесь ногтевая пластина, она даже чуть-чуть трапециевидная. Я хочу сделать ей два варианта формы. Сделаю один квадратик и один миндальчик. В принципе, обе формы будут хорошо. Здесь уже все подготовлено. Обезжириваем. Обезжириваем евроклинсер. Обезжириваем. Наносим нейл-преп. Нейл-преп, трапбонт, база, стандартные. Стандартные три этапа в любом наращивании гелем, акригелем. Неважно. Девочки, скажите, меня слышно? Проверь. не запознаем. У меня запознаем. Стандартные три этапа в любом наращивании гелем, акригелем, акригелем. Давай. Вот сейчас должно пропасть. Девочки, скажите, меня... О, все, слышно, слышно, все. Это звонок прошел, я испугалась, что может звук пропасть. Так очень часто бывает. Теперь наносим нейлпреп, ой, ультрабонд. Это грунтовочный препарат. Ультрабонд наносим уже тоненьким слоем с отступом от кутикулы один миллиметр и ждем минутку на воздухе. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Теперь наносим базовый гель. Это может быть супербонд или база гель-лак. База гель-лак жидкая, классическая. Почему она? У нее самая сильная адгезия. Она идеально подходит для влажных, тонких, перепиленных ногтей, так как хорошо абсорбирует влагу. Сушим. Если это будут... Что такое? Где он? Если это будут возрастные сухие ногти, то используйте, пожалуйста, супербонд. Для сухих ногтей, вот таких ломких, беленьких, сухеньких, чаще всего, это с возрастом они такие бывают, не используйте гель-лаковую базу. Гель-лак сушит ногтевую пластину, то есть он вытягивает влагу, и он будет и плохо стоять, то есть и отслойки могут пойти, и ногти еще суши станут. База гель-лака для влажных, тонких, перепиленных ногтей, супербонд для возрастных сухих. Имейте, пожалуйста, две базы, чтобы иметь возможность подобрать клиенту грамотную технологию даже на этапе базового покрытия. Я не буду снимать перчатки, попробую поставить с ними. Я как-то раньше легко это делала, после него потеряла навык ставить перчатки. Не знаю, что случилось. Так. На конкурсах обязательно перчатки? На конкурсе? Нет, не обязательно. Я на конкурсе без перчаток всегда работала, а перчатки это очень сильно время тоже отбирают. Где-то прилип, где-то залип, и ощущения не те, знаешь ли. Так, здесь у нас будет миндальчик. При миндале мы не поднимаем вверх форму, в отличие от квадрата. Ушки при миндале приближаются друг к другу, они могут даже склеиваться, если пальчики узенькие, маленькие. Миндаль и стилет это единственные две формы, в которых мы можем сделать вот так. Вот так мы можем сделать. Если вы вот так сделали в квадрате, все, у вас будет уже морковка. И четкий квадрат вы потом не выпилите. И потом будете время тратить на то, чтобы вывести эти параллели четкие, они не выведутся. Потому что вы форму неправильно поставили. Здесь все настолько взаимосвязано, казалось бы, да, что там делать. Все, поставили форму, заузили ее. Подложка, то есть первый этап, у вас должна быть уже, чем вот здесь ширина ногтевого ложа. Если подложка будет широкая, соответственно, вы выложите материала столько же. И будете потом пилить, заужать и тратить на это время. Давай сразу поставлю второй. И вот сразу вот здесь у нас сравнение будет, да, квадрата и миндаля. И если у вас есть огромное желание научиться ставить форму, еще понять, как ставить, вы сейчас на этих двух пальцах можете сразу втыкнуть, в чем разница. и что очень большое отличие квадрата от миндаля. Кто? Собака. Я спрашиваю, а в пайпе как ставить? Девочки, в пайпе это арочное наращивание. И я вот так вам сейчас не расскажу, как это ставить. В пайпе ставится с очень сильным вздергиванием. Залужается тоже, как на миндаль, но очень сильно вздергивается. Делаются заломы на форме по боковым линиям. Не будем сейчас смешивать арки, смешивать салонное моделирование. Это очень две большие разницы. Вообще я вам хочу сказать так, что постановка форм это один из самых важных этапов. И на это стоит потратить время, это стоит отработать, на это стоит учиться. То есть если вы неправильно ставите форму, вы до сих пор не понимаете. Вот у меня были такие девочки-ученицы, которые работают уже очень много лет в ногтях и до сих пор не умеют ставить форму. Реально прям не умеют. И на это очень много времени тратится. И мы когда с ними садились разбирали, они говорят блин, блин, я вот этого не знала, я вот так не делала. То есть это все пробелы в знаниях, которые вас тормозят, и вы от этого устаете, вам кажется, что это так сложно, и вообще это наращивание, и нафиг оно вздалось. Обратите внимание на ушки. Как у меня здесь ушки стоят, да, и как знают на квадрате. Здесь миндаль, здесь квадрат. Нижние ушки обязательно склеиваются стык в стык. и квадрат никогда не заужается вот здесь. В квадрате всегда остается капелька. В миндале может заужаться и в стилете. Единственное, в квадрате вот здесь тоже заужается, делаются заломы. Эти заломы пришли к нам из арочного моделирования. Когда мы учимся на арке, мы в первую очередь учимся делать эти заломы. Потому что эти заломы позволяют нам поставить форму трубочкой, она не разжимается потом, и нам не нужно потом никаких специальных приспособлений, пинцетов, зажимов, чтобы зажимать трубочку. Вот разница между квадратом и миндалем. Квадрат форма стоит выше, то есть с легким сдергиванием миндаль чуть опущен. Соответственно, ушки в квадрате более расходятся, в миндале они могут даже вот так состыковаться. В миндале у нас заужено может быть. Скорее всего, так всегда и будет. Прям склеена форма, но склеена равномерно, без заломов, без искривлений. В квадрате это четкая трубочка. Она здесь чуть-чуть уже, чем ширина ногтевого ложа, и идет четкой трубочкой с небольшим заужением к свободному краю. И капля вот здесь всегда четкая, ровная, без заломов, не заваленная, ни вправо, ни влево. Если у вас капля завалена либо в одну, либо в другую сторону, идет перекос в архитектуре. В квадрате это все важно. Потом ногти косые, непонятно, что он косой, я его пилю-пилю. Если вы неправильно поставили форму, то опилом вы потом ничего не исправите. Понимаете? Опилом вы не можете исправить неправильную постановку формы. Все, есть. И один ноготок теперь к технике вернемся. Один ноготок я сделаю в технике акригель плюс гель. Я вот вчера так девочке делала. Это когда, знаете, очень слабые ногти, тоненькие такие. Она хочет наращивания. Ложе коротенькое, она хочет длинные ногти. Акригель, он крепче. Ногти будут выдерживать большую нагрузку при давлении на ноготь сверху и снизу. И у нас будет возможность выложить свободный край и сразу зону стресса вот здесь. И потом гелем только от кутикулы перетянуть. То есть тем самым мы и время сэкономим, то есть не затратим больше времени и архитектура будет крепче. И второй вариант стандартное салонное наращивание. Это все нужно сделать на нормальные обычные ногти. Стандартную длину там 2,5 единицы. Это форм гель натурал и жидкий гель во флакончике. Сейчас можете прям сделать скрин. Подготовка была здесь абсолютно одинаковая. Единственное будет различаться моделирование. Форм гель натурал специально разработан для выкладки свободного края. Он такого желтенького оттенка. Он хороший, он достаточно крепкий. Но если вот еще раз повторюсь, эти ногти очень-очень слабенькие и вы переживаете, что клиент может их сломать, то подложку сделайте аквигелем. Все. Здесь у нас обычное стандартное наращивание скоростное. здесь у нас наращивание салона для слабых ногтей. Поехали. Беру кавер и софт пинг, потому что софт пинг под кавер оттенком подходит. Сердечко, очищающий спрей для работы с аквигелем. Сныкало апельсиновые палочки. Берем апельсиновую палочку. Берем аквигель. То есть вот у нее, допустим, короткая ложа, она говорит, хочу четверку длину. Вы понимаете, что может плохо проходить. Делайте аквигелем подложку. Я сейчас сразу буду практически полностью от кутикулы моделировать. Вот прям вот сюда веду. На нет свожу с натуральным ногтем. Почему аквигель если слабые ногти, можно не класть кутикуле к самой, лучше потом или гель-лаком или гелем перетянуть. Если ногти вот здесь очень мягкие, слабенькие, аквигель это жесткий материал, может дать слойку, может и не дать. То есть тут как бы особо не угадаешь, поэтому лучше перестраховаться и положить либо гель, либо гель-лак. файбер-база файбер-база в этом случае будет тоже очень-очень круто. Кстати, вот какая у нас розовенькая, натурал пинг, она очень круто к каверу подходит. То есть мы можем сейчас смоделировать кавер, а от кутикулы здесь тоненькой капелькой перетянуть базой. Что там, вопрос если есть, ты можешь зачитывать, нет? вытягиваем, вытягиваем. То есть видите, я здесь уже и зону стресса сформировала, и свободный край, толщину торца, и боковые линии, и ребра жесткости, то есть с одной капли вот здесь толщину заложила, то есть в наращивании очень важный момент, это ребра жесткости вот здесь. Если они будут очень тоненькими, недостаточно будет в них материала, то могут трещины пойти со временем, при нагрузке, особенно если ногти слабые, поэтому опять-таки акригель в этом плане, он очень круто подходит. Есть возможность сразу сформировать свободный край очень точно, тем сократить сократить подновременно опил. Я даже кисточкой не пользуюсь при выкладке акригеля, настолько приловчилась выкладывать его палочкой, что даже не пользуюсь кистью, опять-таки экономлю время. Все, сушим. И второй ноготок у нас будет подложка форм бель натурал. Здесь уже кисточка лепесток. Для более точного моделирования кисть лепесток подходит лучше всего. Берем небольшую капельку, выкладываем на стык. Можно на короткое ложе наращивание делать натурал композит? Да, можно, можно. Но смотрите, акригель все равно будет крепче, чем натурал композит. Задача форм гель натурал, то есть того геля, которым я сейчас работаю, выложить подложку максимально точно по форме и по длине. и на этом этапе вы всегда сравниваете. Вот я сейчас выложу этот ноготок, поставлю его сушить. Допустим, мы же конвейером работаем, возьму следующий и обязательно буду сравнивать длину и форму свободного края. То есть указательный с указательным, средний с средним, безымянный с безымянным. При заломах на формах ступени снизу не мешает. Там нет никаких ступеней. Откуда там ступени? Мы же не делаем такой залом, чтобы там образовалась ступень. Мы просто делаем залом, чтобы форма стала уже. Сушим. здесь у нас практически готовое моделирование. Нам нужно только выровнять от кутикулы. Видите? Здесь уже боковые линии и толщина торца и зона стресса. Здесь нужно только чуть-чуть от кутикулы. Давай. если есть необходимость, можно зажать гель на форме. Акригель, кстати, тоже можно поджимать. И он очень круто зажимается, если ногти широковатые. Форм гель натурал убираем. Можно в качестве подложки использовать монофаз сверху им же. Да, можно. Можно использовать монофаз. Можно использовать монофаз. Монофаз я тоже люблю. Его можно как подложку и как моделирование. Он есть в баночке, есть вот тоже во флакончике с кисточкой. Чуть он подтек. Если для скоростного моделирования, то, конечно, лучше во флакончике с кисточкой. Вот. И теперь мы берем soft pink и вот здесь чуть-чуть это волос набралось уже нажимать после скольки секунд примерно 7 10 зависимости от того ой было сильно какая-то это дизайн тоже дизайн аквариум все здесь мы только у кутикулы аккуратненько выкладываем кутикулы нам толщина вообще не нужно мы только проходим дополняем здесь ребра и растягиваем по свободному краю то есть на свободный край мужа ничего не выкладываем так как мы акригелем выровняли все сразу здесь буквально по капельке вот я вчера в этой же технике наращивала там опять какая-то волосина сабин прекращай сейчас не шути не надо мне тоже сразу в голове шуточки пошлые боюсь люди не поймут так все подложка здесь у нас готова я даже вот так делаю если мне это будет квадрат на фига мне вот эта вот штука обрезаем и моделируем гелем из флакона если мы берем гель из флакона то лучше конечно две капельки не старайтесь с одной капли выложить гелем из флакона он же и же down сто процентов сама выравнивается в этом плане с ним конечно удобнее работать но он все-таки жиже лучше положить в две капельки но будет более точное красивое моделирование нежели в одну каплю у вас то все растечется непонятно куда первая капля мы протянули продольный изгиб выровняли чуть-чуть опустили в бока все держим в центре перевернулись центровали сушим здесь у нас все готово сейчас будем пилить обезжириваем если вы не выкладываете лишнего сразу сверяете длину и форму свободного края то у вас уже сразу минус полчаса времени будет очень много уходит времени на спил лишнего материала перепил длины и формы свободного края убирать вторую каплю 2 капли кутикулы подходим чуть ближе также протягиваем полностью поверхность продольный изгиб и обязательно в ребра жесткости спускаем вот сюда вот сюда переворачиваем сцентровываем сушим вот этот вариант который гелем из лакона вообще я если вы никогда не работали гелем из лакона я вам настоятельно рекомендую скорость у сокращается может в два раза вот прям софт пинки и софт ньют софт милк где-то у меня был ли он закончился был же soft milk вот беленький новый все гели во флаконах они абсолютно такие же как и в баночках но смотрите вот это два абсолютно одинаково геля просто этот более вязкий этот более жидкий функции и свойства абсолютно одинаковые просто этим можно быстрее видите как гель лаком работать а софт пин который мы здесь выкладывали его нужно раскладывать именно как гель а так они абсолютно одинаково точно также софт ньют софт милк и монофаз гель я просто обожаю работать гелями из лакона если у вас в обычная салонная коррекция укрепление наращивание делайте работайте гелями из лакона что у нас тут я бы еще чуть-чуть бы так вообще продольный изгиб у нас абсолютно идеальный вот так и даже пилить не нужно будет единственное что длина все-таки у хорошая я бы вот вот здесь просто по боковым поверхностям прошлась чуть-чуть ребрышки еще наполнила чтобы не дай бог не оказались слишком тонким вот сюда спускаем спускаем все теперь точно все заргут все фильм вот опил тоже где мы тратим время когда мы не понимаем по каким зонам пилить когда мы пилим так лишь бы где-нибудь и перескакиваем от одного ногтя к другому на это очень много тратится времени есть определенные зоны если вы их запомните отработать его пил будет очень быстро сначала мы проходим свободный край открываем толщину торца выравниваем форму сначала вид сверху если мы выкладывали аккуратно сразу ту форму которая мне будет в итоге то мне нужно всего лишь пройтись и чуть выровнять дальше у нас от пил зоны кутикулы зона кутикулы считается зоны от линии кутикулы до точки апекса если мы у кутикулы выкладывали очень аккуратно по минимуму то нам нужно будет только снять блеск спускаемся потихоньку просто сколько по времени какое такое любое в принципе это это если это у нас покрытие с покрытием просто или с френчем включая маникюр полтора часа 40 и боковые поверхности перехожу на одну боковую поверхность на другую боковую поверхность и у нас остается блеск только по свободному краю точно также от точки апекса двигаюсь только уже не от кутикула к торцу если тонко наносите будет скалываться если на свои ногти вы моделируете как гель-лаком и считая что это гель-лак наносите его очень тонко он может скалываться все опил готов шлифуем и так и того когда вы ставите правильно форму выкладываете четко подложку выкладываете впритык очень аккуратно материал то опил у вас займет на один палец у меня сейчас опил занял меньше минуты на один ноготь и это если учитывать то что я работаю под камеру соответственно конечно же мне не так удобно я смотрю на него с одной только стороны его не могу хорошо рассмотреть почему не так плохо все один ноготь у нас готов форм гель натурал квадрате то же самое смотрите если мы аккурат правильно выложили под лоб правильно поставили форму четко выложили подложку то мы идем сейчас по всем зонам не больно тебе здесь выравниваем боковые линии и боковые параллели мы с девочками на курсе на индивидуальном обучении девчонок когда ко мне приезжают у практически у всех запрос четкого квадрата сразу я не умею мне не получается четкий квадрат пилить и вот вот эти движения вот кто был у меня девчонки они все знают снизу четко сбоку снизу четко сбоку квадрат он не терпит каких-то там закруглений и еще момент если вы заузили форму до помните о начале сказала кончику то четкого квадрата вас уже не будет вы потом вот хоть что вы делаете зона кутикулы точно так же как и в предыдущем ногте только квадрат боковые поверхности с одной стороны другой стороны и у нас остается точно так же помните как в том ногте блестящая поверхность зона свободного края да конечно теперь сохранится его было же только не сразу прямой эфир если нам нужно скруглить уголочки там и просто вот так снизу пилочкой два раза прошлись и скруглили то есть на этот ноготь у нас тоже ушло меньше минуты времени но здесь нужно понимать что все должно быть идти к тому что будет мало пила четкая постановка формы идеальная выкладка с расчетом на то что я буду пилить совсем немножко очень важно хорошо шлифовать поверхность мне часто пишут девочки вот директ у меня не ровно ложится цвет гель-лака буграми если вы плохо отшлифовали поверхность конечно же он и не ляжет у вас ровно идеальный опил очень хорошая шлифовка и тогда гель-лак он сам ровно ложится если была плохая подготовка соответственно и цвет будет плохо ложится так мы сегодня сделали сами две формы я вам показала разницу постановки форму между миндалем и квадратом мы поговорили о том как можно ускориться если у вас есть какие-то проблемы и вам не нравится ваша скорость начинаем тренироваться по тренировочным листам и если есть какие-то затыки в моделировании вот я сейчас делаю вы понимаете что и вы понимаете что у вас на этих этапах есть тормоза что вы не понимаете как ставить форму вы пилите долго вы выкладываете долго то гол на курс скоро сегодня на него 30 процентов будет скидка ну или ко мне на индивидуал очку питер welcome так сказать кстати мы будем сейчас проводить оффлайн курсы в питере групповые группы в группах до в группах я делаю красность расписание на апрель-май скоро выставлю следите ну а пока тренируйтесь успехов вам классных клиентов и учитесь 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 не стойте на месте сейчас очень много ресурсов и платных и бесплатных было бы желание вот а сегодня курс скорость 30 процентной скидкой ссылочка будет сториз здесь и у себя это же выставлю и обязательно пишите комментарии под эфиром мне будет приятно я буду отвечать на ваши вопросы если сейчас есть какие-то вопросики можно позадавать у нас есть еще целых десять минут спасибо спасибо вам то есть я вам наглядно показала что можно сделать быстро и можно сделать красиво вот этот миф о том что если быстро то это некачественно или некрасиво мы сегодня с вами развеяли можно делать но сначала нужно убрать все 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 недостатки и пробелы в знаниях и тогда уже можно начать делать быстро курс скорость на какой период и откуда захочу могу пройти до откуда захотите можете пройти курс скорость с бессрочным не ковыряй курс скорость бессрочным доступом все обновления будут у вас появляться автоматически даже если вы купили пять лет назад все что все к обновлении которые проходят на курсах они появляются всех девочек автоматический курс с доступом бессрочным что в курсе лекции о том как тренироваться быстро как правильно тренироваться по тренировочным листам где убрать затыки и так далее и целых восемь моих мастер-классов полностью на десяти руках модели то есть я беру модель как клиента и и сажаю ставлю таймер каждый этап он комментирую курс очень классно меня на него отзывов в свое время было просто я даже не ожидал этому авторский курс 2 такого нет в платине он кстати есть это вам такой бонус 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 те кто не на платине он отдельно стоит пять девятьсот но сегодня от пяти девятьсот скидка 30 процентов это получается сколько пять девятьсот минус тридцать процентов 4300 помыли 4 700 что-то такое доступ курс беспрочный у меня куст платина будет ли там скорость уроки там уже есть весь курс просто плате не столько всего что можно не найти конечно вот можно взять у вас онлайн курс по скорости конечно можно сегодня на этот курс будет скидка 30 процентов этот курс очень круто это мой авторский курс ссылочка будет в шар в stories и она есть шапки профиля вот и my school онлайн в перечне курсов и у себя на странице я сейчас выставлю stories ссылочку можете перейти и приобрести его сегодня со скидкой какая абразивность белой пилки 100 на 180 когда появится акригели все оттенки так они есть уже глаз милк роз кавер все есть уже давно можно ли файбер базу из дойпака перелить в баночку него флакон можно конечно не засохнет вон на баночку закрываете там еще спрашивали вместо софт пинк можно ли файбер базу можно можно вместо софт пинк файбер базу это совмещение тоже очень люблю эту технологию форм гель только в банке или во флаконе его не да он только в баночке спасибо за комплименты я уже всех практически их своих по аватаркам узнаю спасибо девчонки мне очень приятно что вы за мной следите продолжаете следить и вижу все ваши реакции единственная дирекция сейчас очень хреново работает поэтому могу кого-то не заметить онлайн урок все уже ответила онлайн курс сегодня скорость со скидкой а можно использовать пилку 80 на 100 очень грубая девочки вот в таком моделировании к мы сегодня делали когда все в притычок и аккуратно выложено нахрена там пилка на 80 на можно ли нас махнуть и все спилить наоборот нужно мягкая деликатная вот я вообще обожаю белый просто мне сейчас была серенькая но она уже не такая не новая с чёсаная поэтому норм так еще вопросик вопросики не листается или ставится а гелиями можно ли их сочетать другими фирмами смотрите с какими то есть понятно что все фирмы я не пробовала и я могу она могла бы ответить на этот вопрос однозначно только если бы за все гели мира все фирмы и все их протестила в любых вариациях с гелями можно в принц принципе можно пробовать сочетать и как бы самим понять можно или нельзя с той или иной фирмы но я все-таки за то чтобы не смешивать компании то есть за все равно что краску для волос взять два флакона в эллу и лонду смешать принципе можно но что потом в итоге получится никто не может за это отвечать потому что у всех производителя свои компоненты кто там что туда добавил и если у того это производили и сочетается ли этот компонент с компонентом другого производителя никто на этот вопрос он не ответит пока вы сами не проэкспериментируете хотите сочетать берите экспериментируйте пробуйте на это нет эфир сохранится конечно же ну что все девочки всем классного дня пока спасибо что уделили время напоминаю сегодня курс скорость на сутки до завтрашнего дня со скидкой 30 процентов пока